6 апреля в Ниньском округе школьники приступили к дистанционному обучению, а в дошкольных образовательных организациях начали работать дежурные группы для детей, чьи родители продолжают работать на предприятиях с непрерывным производством, медучреждениях и аптеках, в службах жизнеобеспечения, органах власти, а также в организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. В соответствующие поправки внесены в постановление губернатора Ниньского округа о режиме повышенной готовности. Документ опубликован на портале правовой информации. С начала недели дежурные группы открылись во всех детских садах региона, где есть потребность в нахождении здесь детей. Не стал исключением и детский сад «Радуга». Сейчас в такой группе 4 ребенка. Хотя и субботу и воскресенье мы плотно работали с родителями, отрабатывали. В пятницу у нас был список еще и 16 человек, около воскресенья осталось 8, а на сегодня пришло всего четверо. Но родители подходят, и поэтому в плановом режиме на сегодня уже есть информация о том, что завтра подойдет еще двое детей. Для того, чтобы определить ребенка в дежурную группу, родителям необходимо предоставить документ за подписью работодателя, подтверждающий необходимость их нахождения на рабочем месте. Кроме того, в детском саду введен жесткий утренний фильтр для воспитанников. С сегодняшнего дня у нас введены жесткие утренние фильтры. Это на основании распоряжения Роспотребнадзора от 5 апреля 2020 года. То есть воспитатель непосредственно выходит, и его родители спрашивают, как чувствует себя ребенок, нет ли у него каких-то катаральных явлений, это насморк, это горло, измеряется температура. В случае, если выявлены какие-то признаки ОРВИ, то, безусловно, ребенка непосредственно мы либо не принимаем, а если уже в течение дня эти признаки выявились, то ребенок изолируется, вызываются родители, и ребенок отправляется домой. С 30 марта по 3 апреля все детские сады были закрыты для приема детей в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года номер 2006 об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней. «Полностью садик в рамках режима, который продлен до конца апреля месяца, невозможно открыть только дежурной группой, и если есть возможность оставить ребенка с кем-то дома, то не рассматривать этой дежурной группой именно для данной категории, это уже в крайнем случае, когда вообще, в принципе, не с кем оставить ребенка». Кроме того, в дежурных детских садах специалисты будут проводить все необходимые санитарно-правдевоэпидемические мероприятия по недопущению появления и распространения коронавирусной инфекции. «В детские сады сейчас принимаются только дети, которые не выезжали не только в границу, но и в другие территории субъекта. Также персонал будет подбираться, опять же, тот, который не выезжал в течение тех двух недель за пределы округа, потому что у нас был указ президента, мы все находились на каникулах и должны были находиться дома, а не выезжать в другие субъекты Российской Федерации». Вместе с тем детям, которые будут приниматься в дежурные группы детских садов, нет необходимости брать медицинскую справку участкового педиатра. «Мы решили, что справку они не приносят для того, чтобы и дети, и родители не посещали поликлинику, потому что у нас сейчас вот эти все профилактические медосмотры, они ушли, и чтобы сейчас не давать нагрузку на педиатров, то есть мы решили, что справку они не представляют, но медицинские работники очень качественно проводят утренние фильтры при приеме ребенка в детский сад». Остается добавить, что открытие таких вот дежурных групп – это вынужденная мера, и если у родителей все-таки есть возможность оставить ребенка дома, то лучше всего ей воспользоваться.